Россию-1 и Россию-24 Россию-2 и Россию-2 Россию-2 и Россию-2 Россию-2 и Россию-2 Я благодарю всех товарищей и коллег, которые в этом участвовали. Это большой творческий труд, но подчеркиваю, что все замечания, которые были высказаны вчера на совещании первых руководителей пленума, учтены были уже у меня в этом варианте отчетного доклада. По итогам мы подготовим комплекс мер и в понедельник уже в 12 часов проведем в интерфаксе большую развернутую пресс-конференцию. Положение нашей страны сегодня очень тяжелое. И важнейшим направлением возрождения России является возрождение высокотехнологичных отраслей экономики. Для этого нам нужно укреплять и развивать науку. Одной из резолюций съезда партии является резолюция по возрождению и развитию науки и образования. Нужно четко понимать, что без возрождения высокотехнологичных отраслей экономики России не встать на ноги по-настоящему. В этом отношении я всегда цитирую великого ученого, великого гражданина, коммуниста Фредерика Жолио Кюри, который говорил, что каждая страна, каждая держава вносит свое в развитие цивилизации, в развитие науки. Если она этого не делает, она подвергается колонизации. Вот важно, чтобы мы выполняли первую часть и отвергли вторую. Продолжая мысль Жереса Ивановича о науке и высокотехнологичных отраслях промышленности, я хочу сказать о том, что в нынешней непростой очень и международной, и внутренней экономической ситуации крайне важна та степень обороноспособности, которую мы обладаем, которая позволяет нашему народу, каждому человеку, чувствовать себя в безопасности, защищенной нашими вооруженными силами, которые прежде всего, конечно, основываются на том прекрасном, высококлассном вооружении, которое создает наша промышленность, опираясь и на науку. Поэтому мы считаем, что и поддержка, и защита нашей науки, которую мы осуществляем, и которую надо защищать в нынешней ситуации, это одновременно скажется на той степени безопасности, на той вооруженности нашей армии, которая сегодня есть, и которая возрождается, и уже во многом возродилась. Но мы должны делать максимально, потому что много есть попыток свернуть вот это возрождение армии. Есть попытки от либералов, последователей Гайдара Чубайса и других, из Министерства финансовых, кстати говоря, тоже есть. Попытки свернуть возрождение армии, притормозить ее финансирование, свернуть, может быть, и потерять, может быть, порой, какие-то известнейшие бренды, такие как «Калашников», «Миг», «Самолеты», «Миг», «Сухой» тоже бренд, «Тополев» ряд других. Это очень опасно их потерять, и есть попытки это сделать. Мы будем, и наша фракция в Компартии, и вся Компартия будет бороться с этим, потому что это в интересах нашего народа. Я хотел бы представить и свою точку зрения о том, что нам приходится учитывать в новых реалиях для коммунистического движения, постсоветского пространства, и какие уроки надо извлечь из событий в Украине. Но прежде всего, я думаю, что главный урок – это то новое понимание, что организованный Западом военный путь в Украине 2014 года привел к власти триумферах. Это олигархи, компраторы, это неофашисты и организованная преступность. И в этом Бермудском треугольнике сегодня все исчезает. И политический, и экономический суверенитет. Исчезает там экономический потенциал, который мы располагаем. Но самое страшное – навязав те реформы, которые проводятся в Украине якобы, по сути дела решили одну из главных задач Запада – это поссорить украинские и российские народы. Это очень опасная вещь. Сегодня в Украине реализуется еще одна страшная цель и задача. Это, по сути дела, три духовных столпа, на которых держится все то, что связано с нашей историей. Это, прежде всего, сегодня пытается уничтожить память о Великой Победе. А это действительно духовный корень родства наших славянских народов, всего советского народа в борьбе против фашизма. Второе – это разорвать тысячелетию куповину канонического нашего православия и практически уничтожение канонического православия в Украине. И третье – это замена кириллицы на латыницу. То есть сегодня все делается для того, чтобы в этой ситуации Украина окончательно была превращена в государство или страну с периферийной политикой и периферийной экономикой. Мы, естественно, коммунисты в Украине стараемся противостоять этому. Я думаю, что эти новые вызовы и конкретный предметный разговор, который, как говорится, основу положил своим докладом Геннадий Андреевич, даст нам возможность в рамках ИСКП уже подумать над тем, какие новые формы и по содержанию работы надо сегодня использовать для того, чтобы изменить этот алгоритм уничтожения наших государств. И я считаю, что это та святая задача, которую, кроме коммунистов, сегодня практически некому выполнять. У нас Иркутская область вошла в десятку наиболее динамично развивающихся. Сергей Георгиевич Левченко руководит уже почти два года и должен подчеркнуть, что подготовлены программы, которые имеют очень хорошую перспективу. Мы на нынешнем съезде обсуждаем те базовые принципы развития нашей страны, которые обсуждаем на протяжении последних, наверное, двух с половиной десятков лет. Это и плановость, это и ответственность руководителей разного уровня не перед вышестоящими начальниками, а перед людьми, которые их должны избирать. Это и интернационализм, это и речь идет о базовых отраслях промышленности, которые должны вплотную управляться государством и быть в руках у государства. К сожалению, за последние все эти годы эти принципы у нас в стране не осуществлялись. В том числе это одна из причин, потому что наша страна топчется на месте. Страна без цели никуда не придет. Поэтому мы считаем, что у каждой части нашей страны и у страны в целом должны быть ясные конкретные цели. И если руководство к ним не приходит, тогда люди должны решать свое отношение к руководствам на выборах, ну и разными другими путями. А когда цели не определены, не ясные, то очень сложно принимать решение об ответственности разных уровней власти. В декабре я обратился с письмом ко всем гражданам страны и Народно-патриотическому союзу, который я возглавляю многие годы. Обратился с просьбой и предложением рассмотреть нашу программу «День шагов достойной жизни». Прежде чем к ним обратиться, я ее представил на встрече 600 трудовых коллективов. Тех, кто определяет промышленный и сельскохозяйственный хребет нашей страны. Они внесли поправки, свои изменения, дополнения. Затем в ходе Звениховский мы провели большую встречу представителей агропромышленного комплекса. На основе этой встречи родилось дополнение в виде аграрной программы. Ну и в Уфе была встреча народов страны, где мы выстроили национальную политику. Я предложил, чтобы мы вместе, изучив эти программы, определили состав. Возможный состав правительства народного доверия. И предложили кандидатов на все ключевые должности. Президент, премьер, ведущие вице-премьеры и ключевые министры. Сейчас этот процесс идет, обсуждение идет очень плотно. Сегодня у нас лидеры абсолютного большинства таких организаций приглашены на съезд. Они участвуют. Многие подключили свои средства массовой информации. Вас благодарим. Вы сделали прекрасный репортаж из совхоза у Грудинина. Вы видели уникальную школу, детский сад. И почувствовали, что мы можем решать проблемы на самом высоком уровне. Что касается персонального состава, то на Большом Совете Народно-Патриотических Сил мы это определим позже. Сегодня у нас задача сформировать сильный, дееспособный состав нового центрального комитета. Предложения с мест все есть. У нас никто один не может определять состав. У нас вместе собираются на местах. Сейчас в Единой России играет праймерис. Даже слово американское притащили, вместо того, чтобы сказать, что это первичные выборы. Мы уже первичные выборы провели в первичках. Затем районные, городские, областные, республиканские. Все предложили состав своей кандидатуры, охарактеризовали. Затем собрались кадровые комиссии на места. Они отобрали, представили нам на кадровую комиссию. И кадровая комиссия, я в ее заседании даже не участвовал. Подготовил весь состав центрального комитета, кандидатов, ревкомиссии и перспективных молодых людей. Одновременно рассмотрели те 700 кандидатур, которые мы подготовили у себя на курсах. Это основные молодые ребята 30 лет. Многие, кстати, уже зарекомендовали себе прекрасно в низовом звене на комсомольской работе. И вы сегодня в конце съезда увидите, что мы их будем и дальше продвигать в руководящие органы нашей партии. В отличие от того, что вы готовы идти к бедам? Я лидер крупнейшей партии. Если не готов, ничего тут делать. Вы обязаны уметь решать проблему. По крайней мере, я как-то заявил и вам, что если в стране нет авторитетных людей, к которым общество прислушивается, то будет неизмерная беда. Если бы после дефолта не согласился Примакову, Маслякову, Герасченко, Матвиенко пойти в правительство, по сути дела, национального спасения, а я трижды уговаривал Примакова, то мы бы были у разбитого корыта. Мы потеряли страну. Всегда в ответственные моменты должны быть тем, к кому прислушаются. Я всегда прислушаюсь Жоресу Ивановичу, Светлане Евгеньевне. Это люди с огромным опытом, авторитетом. У нас сейчас целая плеяда талантливых руководителей. Сергей Юрьевич Локоть в Новосибирске. Мы должны уметь. У Грудинина мы вместе с вами учились, как социалку развивать. В стране должны быть. Тогда будет плохо. По крайней мере, к моему голосу в стране прислушаются очень многие. Уважаемые коллеги, последний безъездом пленума Центрального комитета КПР был посвящен вопросам борьбы с антисоветизмом и русофобией. Доклад, с которым выступал Геннадий Андреевич, наглядно показал то, что эти два явления в сегодняшней действительности соединились и играют крайне разрушительную роль в жизни страны. Поэтому сегодня мы подводим итоги всей работы организационной, теоретической, единополитической. И съезд партии, судя по тем выступлениям, которые сегодня уже звучат в рамках обсуждения доклада, поддержат позицию Центрального комитета о необходимости усиления борьбы с антисоветизмом и русофобией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова